Работа управляющих компаний, очереди в детские сады, уборка улиц и прилегающих территорий – основные проблемы, которые горожане хотели бы обсудить с сити-менеджером столицы. Очередная прямая линия главы администрации продолжалась два часа. Алексей Ладоков успел ответить на 48 вопросов. Первый же дозвонившийся поставил вопрос ребром. Речь идет о безопасности жителей Чебоксар. И полумерами здесь ограничиваться нельзя. Но мы же уже десятки лет травимся ртутью, и вы в том числе. И никому до этого нет дела. Вопрос-то с этими, с утилизацией ртуть-содержащих ламп не решен. Это направление мы знаем. Действительно, этой проблемой занималась фирма «Меркурий». Действительно, они брали средства за это. Сегодня мы формируем несколько земельных участков в городе под пункты приема ртуть-содержащей продукции. Мы хотим это создать при управляющей компании, пункты приема. Чтобы управляющие компании занимались приемом и утилизацией этих ламп. Не нравится горожанам реклама, которая заполнила остановки общественного транспорта, стены в переходах и подъездах. Специально отведенных мест для расклейки объявлений предпринимателям недостаточно. В погоне за эффективными продажами частники забывают о чистоте города. Борьба с нарушителями ведется, объясняет администрация. Вот только средств воздействия явно недостаточно. Возможно, пора ужесточить штрафы. С недовольством говорили о программе переселения из аварийного и ветхого жилья, конкретно из дома 31 по улице Фучика, который в прошлом году обошли стороной. Алексей Ладогов пообещал, вопрос возьмут на контроль. Житель улицы Карла Маркса пожаловался, по ночам в уютном и тихом центре города невозможно спать. Кафе, расположенное по соседству, начинает развлекательную программу после 23 часов. Жильцам это, конечно, мешает. Ответ был кратким, разберемся. Кроме жалоб были и предложения. Зинаида Степанова обратила внимание городских властей на необходимость построить реабилитационный центр для инвалидов. Пока у нас есть только детский. Сегодня действует программа «Доступная среда» на уровне республики. В том числе идет федеральность финансирования этой программы. Объем средств там, конечно, не такой для того, чтобы строить реабилитационный центр. Но вообще эти моменты рассматриваются на уровне кабинета министров. Мы ваши предложения услышали. Чебоксарцев волнует и отношения городских властей с антимонопольной службой. Попыток УФАС привлечь столичную администрацию к ответственности было немало. Впрочем, рассмотрение многих дел заканчивалось в пользу администрации. Тем самым отстаивались интересы самих жителей. В 2012 году нами было рассмотрено 85 тысяч обращений граждан. Мы приняли 4651 решение в виде постановлений, в виде распоряжений. УФАС опротестовал, как я уже отметил, более 70. Причем около 30 он уже проиграл. Если смотреть на эффективность, то с 4650 распоряжений мы проиграли меньше, чем 1%. Если смотреть эффективность возбужденных против нас дел, то получается более 40% дел, возбужденных против администрации, признаны недействительными. В ходе прямой линии разобраться с вопросами и предложениями сразу же удалось лишь в отдельных случаях. Остальные переданы соответствующим структурам. Контролировать решения и исполнение вопросов и предложений будет сам глава администрации Алексей Ладоков. Данифа Тагирова, Андрей Шоклев, Республика.